Сегодняшняя пятница наращивает свою медийную активность. После анонса публичного интервью с Собчак, он решил в треке задеть скали Милана. Кстати, как и друг Даниила О'Джи Будда, мы расскажем об этом в нашем видео, а также осветим последние новости вокруг Viper. Артисты окончательно сбросили маски и теперь готовятся снова разводить свою аудиторию. Что ж, давайте приступать. Если вы являетесь настоящим любителем кроссовок, то канал China Fairy Tail для вас будет прям-таки находкой. На нем команда известного телеграм-канала проводит сравнение паленых и оригинальных кроссовок, разрезая их, а также используя специальные счетчики и инструменты. Специалисты на конкретных примерах показывают, чем отличаются реплики от оригинальных кроссовок, дают лайфхаки для ценителей обуви, как отличить подделку от настоящей брендовой пары. Есть еще одна приятная вещь. China Fairy Tail в каждом новом видео разыгрывает те кроссовки, которые обозревает. Естественно, оригинальные. Ссылки на YouTube-канал China Fairy Tail вы сможете найти в описании. Ну а мы начинаем. Поехали! Моргенштерн продолжает пиарить подписантов своего нового лейбла Bugatti Music. На этот раз очередной фит с Antype и Onnative. В прошлый раз, как вы помните, Onnative отметился треком, где на фите был Rich the Kid. Та совместка откровенно провалилась, и Алишер сделал про это даже отдельное видео. Теперь новая попытка пропиарить своих протеже. И кажется, она получится куда более удачной. Мы сейчас в Дубае, и мы тут отдыхаем. Мы делали належку мая, пацаны пахали. Трек сделан с упором на южный звук. Есть здесь что-то от Мемфиса. При этом в припеве можно услышать отсылку к известной считалке. Собственно, именно поэтому трек так и называется. Если парты Antype и Onnative получились просто обычными, то вот Элишер в этот раз решил не оставаться в стороне от конфликтов индустрии. У него есть вот такие строчки. Да, я понимаю, ты не хочешь жить в Дубае, ведь я тоже не хотел, когда бабок не хватало. Это, понятное дело, отсылка на Скалли Милана. Моргенштерна судил Скалли почти сразу после того, как артист публично извинился и пошел на соглашение с Екатериной Мизулиной. Принцидента с отменой его концерта. Интересно, что ровно за это же Скалли Милана диссела на страны агент Оксимирон. И выходит, что Моргенштерн и Оксимирон теперь в этом конфликте на одной стороне. Впрочем, Элишер призывал Яновича не хайпиться на молодых. Элишер, по крайней мере, по его собственному мнению, имеет право так говорить. Ведь он из-за заявлений Екатерины Мизулиной и ее Лиги Безопасного Интернета не стал менять свое творчество, а просто уехал в Дубай. Скалли в Дубай не уехал, еще и высмеял Оксимирона. Я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае. В общем, Элишер уверен, что Скалли не хочет жить в Дубае, потому что для него это просто дорого. Но помимо этого, в треке есть и такие строчки, тоже отсылающие к Скалли и его окружению. Интересно, что не только Моргенштерн зачитал про новейшую школу русского рэпа в негативном ключе. Этой ночью новый EP выпустил Фэнди Глок. Проект называется Трендсеттер. Здесь мелодик трэп и нью джаз, треки о потреблении того, что сейчас предпочитают не упоминать, и фиты с Майотом, маленьким ярче и Будой. С последним трек нам особенно интересен. Но сперва немного про Фэнди Глока. Он проживает в Германии, делает музыку в середине десятых, и имеет совместные треки с Майотом, Лил Морти, Плохим Парнем, Блага Уайт и другими. В начале этого года он записал стебное видео о том, как просит прощения у Мизулиной. И написал, что культура СНГ трэпа умирает на глазах. Хотел бы обратиться к безопасной лиге интернета, в том числе к Екатерине Мизулиной. Я хочу принести свои извинения за то, что я весь год делал кэш, делал музыку. Вот его цитата. Уважаю всех моих коллег, которые стоят на своем и не прогибаются под клоунов. Мне обидно смотреть, как артистов заставляет по факту насильно менять вектор их музла. И самое страшное, что многие с этим соглашаются, чтобы урвать свой кусок хлеба, вместо того, чтобы идти против системы, как истинные рыбаки. И ради этого чуть менять свою зону комфорта. Прежде чем кто-нибудь будет мне предъявлять, я уже полностью лишил себя возможности въезда в Россию, и проведения там концерта в связи со многим. Хотя там остались мои близкие, куча воспоминаний. Зато я стою на своем, и буду стоять. Ну а для примера звука с нового проекта, послушайте фит с мое там. Ну а да, цитата выше, который мы показали, и который относится в том числе и к скале Милана, дополняется строчкой с трека в отеле, где на фите оказался Оуджи Будда. Гриша как будто тоже недоволен состоянием дел в индустрии. Пусть и имен не называет. В одном из последних дайджестов мы уже рассказывали вам, что Вайпер вновь вместе. В их телеграм-каналах появились совместные видео артистов, где те после шумного конфликта тусуются вдвоем. Теперь же в их социальных сетях появилась новая порция откровений, которая вместе с тем что-то тизерит. Вот что написал Каэнджел. Цитата. Следует признать, что ссора была фейком изначально, и сегодня выходит трек, которого вы так ждали или не ждали. Но ночью так ничего и не появилось, а уже утром все тот же Каэнджел написал следующее. Вы правда думаете, что мы играем вот так очевидно? Понятное дело, артисты пытаются выжать последний хайп из их ссоры, который освещали чуть ли не все крупные рэп-СМИ. Теперь они обманули с выходом нового трека. Впрочем, фанаты в комментариях догадываются, о какой композиции могла идти речь. Скорее всего, Каэнджел имел в виду Фит Каэнджела и Найн Майса. Сниппет этого трека артиста показывали на совместных с ЛДМ концертах, и он неплохо завирусился. Кстати, о стиле Вайпер. Сегодня вышел новый трек Спайкс у артиста Айдл Найт. Всем ценителям творчества Вайпер и Опиума рекомендуем ознакомиться с этой мрачной, неоготической композицией. В тексте исполнителя рассказывает о вампирах, моде и оккультизме. Все в лучших традициях речь-звучания. Несмотря на то, что многие говорят о схожести этого трека с творчеством Каэнджела и Найн Майса, песня активно стримится и залетает в плейлисты. У Айдл Найта есть свое звучание и взгляд на музыку. Но вот что интересно, обратят ли на него внимание Каэнджел и Найн Майс и станут ли обвинять в байте? Что ж, будем следить за развитием событий. После продолжительного отсутствия Гон Флад возвращается с новым синглом. Крайней подобной работы был Overheaven в прошлом году, после чего Флад снова пропал, лишь изредка появляясь на фитах. Трек Худ Рич это дерзкий репрезент, в котором Гон Флад возвышается над всеми недоброжелателями, заявляя, что не относит себя ни к одной тусовке. Идет исключительно своей дорогой и делает то, что считает нужным. Еще 11 числа в сети появился альбом артиста Аттила, про которого мы вам уже как-то рассказывали. Теперь его новая работа вышла с цифрой 2 в названии. Такая лаконичность придает проекту туман некоторой таинственности. Аттила радует сильной лирикой и качественным звуком. Новый альбом не исключение. Тут тебе и трэп, и электронщина. Есть даже немного рагетона, что добавляет проекту вайба объединения Хаджиме. В общем, пластинка Аттила под названием 2 это достойная работа. Биг Бэби Тейп Алблак выпустили совместный трек М11. Он назван в честь автомагистрали, соединяющей Москву и Петербург и посвящен этим двум городам. Трек стал вторым синглом с альбома Тейпа Ворсква, который он обещал выпустить в этом году. Предыдущий сингл Дайн Плайф показал неплохие результаты. У Алблака летом вышел альбом Лонглиф 8.1.2, одна из самых заметных работ в этом году для тех, кто ценит уличный трэп. Раз, два, кидаю боль на куплет, я живу и мне не нужен совет, Багеры ко мне, ВИВИ, ЕС. На очереди самый неожиданный фит дня. Песня десятилетия Коллаб Велиал Сквада дуэта в масках, который специализируется на рэпе про мрачняк и потусторонние с мастером криминального слова Брутто из Каспийского груза. В этом году оба коллектива отмечают свое десятилетие и это стало точкой коннекта двух столь непохожих творческих единиц. Но праздничным настрой трэка точно не назвать. Агли Криппен, участник Велиалов, хочет, чтобы в этом году люди не умирали так, как в прошлом, а Брутто читает пресемейную трагедию. Смерть где-то рядом, так близко, и мы где-то там у нее в списке, я не выделяюсь на иском. Лил Дракхилл не собирается останавливаться после выпуска успешного проекта Revolve, оцененного музыкальными критиками и коллегами как один из лучших релизов года. Он закрепил за собой статус главного представителя супертрэпа и продолжает экспериментировать с этим звучанием. Релиз призван окончательно закрепить позиции автора в столь быстро меняющейся индустрии. Мини-альбом Test Drive в очередной раз раскрывает его творческую универсальность. Исполнитель играет словами, чередует агрессивные и психоделичные трэп-биты с нежной лирикой. В общем, новый проект это заявка на успех. На этом у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok